Ребята, всем привет! С вами Алекс, паркоблогер. Не путайте с таксоблогерами. На этом канале только важная и полезная информация. Если вы хотите смехуёчки, вот эти вот смены с заблёвышами, это, пожалуйста, на другие каналы. У меня тут такого не будет. Я не таксую, я директор парка. Я занимаюсь тем, что я сижу в интернете, изучаю информацию, даю ее вам, для того, чтобы вы могли заработать как можно больше и использовать мои рекомендации. Потому что моя задача – искать информацию, а ваша задача – крутить баранку, работать и зарабатывать максимальное количество денег. Тема сегодняшнего видео как раз про деньги. Каждый из нас, когда работает, когда вот откатал какой-то определенный промежуток времени, например, неделю, смотрит на свои результаты и видит там определенную сумму. И у каждого из нас возникает вопрос. Вообще, я как бы как отработал эту неделю? Хорошо или плохо, много я или мало заработал? Казалось бы, дурацкий вопрос. Вот я заработал, например, 60 тысяч рублей грязными. При этом я отработал неделю. Отработал 6 дней. Один день был выходной. 10 тысяч у меня грязной выручки каждый день. Я работаю, предположим, на экономии. По-моему, это отлично. Казалось бы. Но, с другой стороны, откуда вы знаете? А вдруг ваши коллеги, которые работают в том же самом регионе, на том же самом тарифе, в том же самом городе, и отработали столько же дней, ну, например, 6 дней с одним выходном, заработали не 60 тысяч, а, предположим, 70 плюс или 80. Что это означает? Это означает, что вы что-то неправильно делали. Вы либо работали как-то что-то неправильно, либо у вас какие-то неправильные были настройки в таксометре, либо в парке были какие-то проблемы из-за того, что парк не давал вам заказы, какие получали другие водители, которые зарабатывали больше. Так вот, чтобы понять эту ситуацию, вам нужна вся общая статистика. Вы должны понять, сколько зарабатывают ваши коллеги. В общем случае, этой информации нету нигде. То, что вам пишет Яндекс, вы попали в 25% лучших водителей, еще что-то такое. Это просто вода, вот там прям на уши лить, никакой пользы вы от этого не получите. Я же сейчас вам дам инструмент, благодаря которому вы, работая неважно в каком парке, даже работая самозанятым, сможете понять, классно вы работаете, отработали неделю, либо работаете хреново. Естественно, эта информация подходит больше для постоянных водителей, у которых такси это основной заработок. Кто работает минимум 6 дней в неделю, ну извините, ребята, при текущих реалиях, меньше чем 6 дней в неделю в такси работать реально нельзя. Понятно, что один выходной должен быть, но это максимум, что вы можете себе позволить. Так вот, эти ребята, которые выкатывают много, которые пашут, как папы Карла фактически, а в такси по-другому смысла нету работать. Вы прекрасно понимаете, какие цены, сколько стоит бензин и какой у нас рынок. К сожалению, это так. Смогут такие ребята понять, вообще нормально вы работаете, либо у вас что-то идет не так. А это может дать вам только статистика. Так вот, ребята, в моем парке, который доступен всем водителям, есть офигенный сервис. Этот сервис находится в ссылочке, в описании и в закрепленном комментарии. Как им пользоваться? Вот, предположим, сейчас у нас воскресенье. Этот ролик я записываю с воскресенья на понедельник. Вы откатали целую предыдущую неделю, заработали определенное количество денег. Например, те же самые 60 тысяч грязные. И вы хотите понять, насколько вы хорошо отработали. Ну или там, не знаю, 80 заработали, 40, вообще не важно. Вы живете в крупном городе, в Санкт-Петербурге, либо в Москве. Потому что информацию, которую я даю, она в основном относится к питерским водителям. Понятно, что если вы живете, например, в Казани, либо в каком-нибудь Бийске, или в другом маленьком городе, сравнивать уровень заработка Санкт-Петербурга и, например, того же самого Краснодара, нельзя, в Краснодаре будет меньше. Но если ты живешь и работаешь в Санкт-Петербурге, либо живешь и работаешь в Москве или в Московской области, ты можешь пользоваться моим сервисом. Через какое-то время, возможно, этот сервис появится и для других городов. Но пока только Питер и Москва. К счастью или, к сожалению, водителей из мегаполисов у нас очень много. Поэтому, ребятки, пользуйтесь. Сервис абсолютно бесплатный, а самое главное, очень полезный. Итак, как им пользоваться? Первое. Открывайте свой таксометр. Результаты своего рабочей недели, своего заработка, предположим, вот за прошедшую неделю. Видите там определенную сумму. Дальше делаете что? Переходите по ссылочке. Если вы работаете в моем парке, у вас автоматически ссылка откроется, проблем нет. Сразу же увидите топ-20 водителей, которые больше всех заработали денег за предыдущую неделю. Если вас нет в моем парке, вообще не беда. Проходите элементарную регистрацию. Фамилия, имя, номер телефона. При этом фамилия, имя могут быть абсолютно вымышленные. Мне вообще не нужны ваши данные. Но вам точно также открывается общедоступная, открытая информация о водителях, которые работают через мой парк и сколько они зарабатывают. Соответственно, если вы попали в первую двадцатку и заняли какое-то место, например, десятое, при этом вы работали не так, чтобы в полную силу, вы красавчик, все, молодец. Если вы тем более заработали больше за неделю, чем заработал водитель, который на первом месте у меня, то вы вообще молодец, вы вообще супер, продолжайте работать в своем парке, либо как самозанятый, вы молодцы. Но если, не дай бог, вы работаете точно так же в Санкт-Петербурге и в Москве и просто уматываетесь, ушатываете себя, ушатываете машину и работаете как не в себя, но не попали даже в первую двадцатку, ребята, у меня для вас плохие новости. Даже если вы работаете в экономе, нужно с этим что-то делать. Обращайтесь ко мне, я вам помогу. Нету оправдания парку, даже если у него там один процент комиссии или ноль процент комиссии, если лучшие водители на экономе зарабатывают, например, 70 тысяч за неделю и при этом работают 6-1, а вы заработали, например, 50. Это реально очень плохо. Кстати, если вы работаете в моем парке, автоматически вы можете узнать, на каком вы месте находитесь, если не в первой двадцатке. Если в другом парке, ну, там сами прикинете, потому что доступна информация только по первым 20 местам. Так вот, используя эту информацию по ссылочке в описании сервис, вы реально можете узнать вообще, где вы находитесь и как хорошо вы работаете. Как-то так, ребята. Поздравляю вас с праздниками, с 12 июня, с Днем России. Желаю всем мирного неба, желаю всем больших заработков. Кстати говоря, сегодня ребята очень хорошо заработали. Вот, ну, праздник был и так далее в крупных городах. Вот, и если у вас какие-то проблемы с аккаунтами, если вы хотите работать в надежном парке, Кстати, по поводу надежного парка, посмотрите видосик, в нем я рассказываю про 7 критериев, которым должен соответствовать надежный парк. Очень интересно, посмотрите. Или сюда. Вот, наш парк, естественно, соответствует этим 7 критериям, поэтому он надежный, он классный. Именно поэтому наши водители зарабатывают вот столько. Кстати, секрет, почему у нас зарабатывают столько, потому что в нашем парке есть корона. Корона это приоритет, который дает Яндекс.Парку, который улучшает раздачу водителям. Как-то так, ребята. Всем удачи, всем хорошего настроения, больших вам заработков. И зарабатывайте только с надежными партнерами. И используйте все наши сервисы абсолютно бесплатно. Всем отличного настроения и пока.